Скажи, куда ты сегодня едешь? В Лавойзеро. Ты решила в Лавойзеро, да, мне говорила скататься? Ну да, очень долго. На ночь глядя. Саша сопротивлялся этому. Да я не сопротивлялся, я просто подумал по оптимальности, но по оптимальности с тобой что спорить, ехать-доехать. Мне нравится ехать. Привет, ребята, мы доехали до Лавойзеро. Честно скажу, такая интересная ситуация. Мы думали, что здесь мы сможем купить хлеба, чтобы пожарить сосисок. Ну просто есть дрова в багажнике, есть мангал, соответственно, я могу разжечь дрова спокойно. Но дело в том, что мы нашли сосиски, но не нашли хлеба. В двух магазинах нет хлеба. Как они живут, ребята? Это вообще жестко, вообще даже хлебушка нет. Хлебушка нету, покушать. Сколько они живут без хлеба? Пришлось, Оля, лепешку покупать. Сейчас принесет, покажу, что за лепешку она купила. Посмотрим. Вот, как я вам и говорил, вот она пришла, купила лепешечку. Да, ну, плюс к лепешечке она еще захватила вот такую сучку. Хлебушка, хлебушка она взяла. Вот хлебушек у нас. Лейс. Хлеб, хлеб, лейс. Хлеб, лейс. Хлеб, лейс. Вот теперь мы будем есть хлеб, лейс и вот эти вот сосисоны. Вот так вот мы поехали отдыхать. Лайфхак. Как пожарить лаваш на природе, если вам не на что положить. Здесь, например, у нас сосисочки. Берем две веточки, соединяем их в рогаточку. Кладем сюда лавашек и на угольки начинаем водить. Главное, не забываем переворачивать. Потому что, потому он может подгореть. Немножко подвинуть. Жар хороший, лавашики жарятся. Я еще, конечно, не успел ни одного съесть. Но лавашики жарятся. Потому что кто-то много ест. Никто не ест, никто не ест. Ой, как горячо мне. Все, если снимаешь? Да. Нифига себе. Ой, как горячо. С пылу и с жару. С печки. А, горячий, е-мое. Он реально очень горячий. Вот такой вот лавашик получился. А, вкусненький. Хрустящий прямо. Блин, я не могу держать его. Ну что, ребята, мы съездили до Лавозера. Отдохнули. Как говорится, приятно провели время на природе. 150 километров, конечно. Ну, так мы любим съездить за 150 километров, попить чаю, погулять. Сегодня Оленька впервые в жизни ела... Как она называется? Елку. Елку ела. Железо. Елка, когда свежие веточки только-только зарождаются. Их можно есть, и у них очень много витаминов. Вот мы в этот раз пробовали. До стольки лет и не знала. А мы в детстве всегда так ходили и жевали это все. Городские дети, они много чего не знают. Ну, теперь мы поехали домой. У нас предстоит 150 километров пути обратно. И отдых до... Всем пока. Подписывайтесь к нам на канал. Следите за нашими поездочками, такими коротенькими. Мы будем стараться выкладывать. Хотя лучше выкладывать. Красивые места. Да, красивые места. Вот солнце светит. Вообще шикарное. Время 10 часов почти, наверное. Сколько он сейчас? А, 9 почти. Аккуратно там. Я вижу хрустик. Хрустик не ел. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...